Это история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. Был такой анекдот в недавние времена. Встречаются партизаны, участники подполья в годы Второй мировой войны, вспоминают прошлое. За одним столиком сидят партизан, бывший партизан из Польши, из Чехии. И бывший польский партизан, воодушевившись, рассказывает, вот ты представляешься, мы с ребятами добыли взрывчатку, подложили под рельс и пустили в фашистский состав под откос. Чешский партизан слушает его совершенно изумленно, потом говорит, что ты говоришь, а у нас в военные времена все это было строжайше запрещено. Это история о том, почему в годы Второй мировой войны в разных странах вели себя по-разному. В оккупированных странах Европы везде нашлись те, кто сотрудничал с немцами. Но в разных странах разное число. Поэтому, скажем, в Литве уничтожили 220 тысяч евреев, 94% еврейского населения республики уничтожили сами в основном. Когда немцы пришли, уже основная часть была убита. А в Дании 98% своих евреев спасли. Просто датчане отказались участвовать в уничтожении евреев. А в Литве сын не просто согласились, а начали это делать раньше, чем пришли немецкие войска. Эти истории не обсуждались десятилетиями. Долгое время, послевоенное, ни в одной из тех стран, которые были оккупированы немецкими войсками, не хотели вспоминать о том, что местные жители так активно и радостно участвовали в преступлениях, которые свершались немцами. В первую очередь в уничтожении евреев. Это неприятно всегда сознавать, что твои соседи, сослуживцы, те, кого ты хорошо знаешь, на самом деле в тяжелые времена проявили себя преступниками. Я помню еще в школьные годы с отцом поехали в Прибалтику, в Латвию, в Юрмало, чудесное местечко, мне очень нравится. Там за столом сидели с одним уже не юным человеком, он был местным жителем, рассказал, что родился в Риге, в 41-м году ушел в Красную армию, а когда вернулся, узнал, что вся его семья уничтожена. И соседка говорит, как хорошо, что вы вернулись, как мы рады вас видеть. А потом, рассказывает он, узнал, что именно она всю мою семью и сдала немцам, и всех их расстреляли. Неприятно сознавать, что твои соседи, родственники и друзья совершали преступление. Но главное состоит в том, почему они это делали. И анализ этого вопроса дает ответы на очень многое. Конечно, был материальный интерес, но можно было просто ограбить соседей, сдать евреев, ограбить их немножко. Были целые коммерческие предприятия. В Голландии было целое бюро, которое занималось тем, что выявляло евреев, сдавало их немцам и получало там поскольку-то гульденов за каждую голову. Было ощущение власти, было ощущение радости от того, что ты можешь кем-то, над кем-то можешь издеваться, кого-то можешь избивать, кого-то можешь просто убить. И не просто сойдет тебе это с рук, а тебе еще скажут, какой ты молодец. Но главное, что толкало людей на соучастие в этих преступлениях, это была та самая антисемитская пропаганда, которая велась десятилетиями и столетиями. Весь набор этих чудовищных мифов, предубеждений на самом деле проник глубоко в голову многих людей. И при нацистах, когда немецкие войска приходили, открылась невероятная возможность для того, чтобы реализовать все эти чувства. Там еще много, там еще и в подкорке сидел страх перед тем, что происходит, страх за будущее. И в этой ситуации хотелось кого-нибудь убить, чтобы на душе стало легче. И открылась такая возможность. И открылась она во всех странах. Но люди, однако же, вели себя по-разному. Как распознать предателя? Ну вот поскольку я много писал о разведках, о специальных службах, то я знаю, что во всех специальных службах по всему миру есть контрразведывательные подразделения, которые занимаются даже теорией этого вопроса, пытаясь понять, как можно предугадать, что кто-то станет предателем. Как его выявить? Какие качества у него могут быть? И работы есть на эту тему, закрытые, уже рассекреченные. Но на самом деле ни у кого не получилось. Практически это невозможно. Ты почти никогда не можешь догадаться, что вот этот человек, рядом с которым ты живешь, вместе с которым ты работаешь, которого ты знаешь при определенных обстоятельствах может оказаться садистом и убийцей. Главное, он сделает это по доброй воле. Многие говорят, да ну что вы, когда на немцы напали, оккупировали страну, деваться было некуда, приходилось служить им. Служить можно было по-разному. Конечно, прокормить семью было необходимо, но люди работали врачами, инженером, убирали мусор, на заводе работали, дороги чинили. Убивать, уничтожать евреев, подпольщиков, коммунистов, советских военнопленных, издеваться над ними, служить в концлагере, это были только те, кто хотел это делать. И это потрясло тогда. Я был в очень добрых отношениях с генерал-майором Эдуардом Болеславовичем Нортманом, которым он всю жизнь служил в органах государственной безопасности, а в 1941 году молодым человеком он работал, в райкоме комсомола в Беларуси. Он мне рассказывал, что уже вечером 22 июня в военкомате взяли они винтовки с патронами, а 28 июня, говорит, у нас уже была первая перестрелка с немцами. И вот он всю войну, пока Белоруссию не освободили, был в партизанском отряде. Я его спросил, я говорю, а как долго вы готовы были сражаться? Он мне посмотрел и ответил, пока не убили бы. Вот его мучил этот вопрос, откуда взялось такое количество предателей, и откуда взялось такое количество людей, которые хотели сотрудничать? И вот я думаю, что ответ состоит именно в том, что, во-первых, мы не знаем, в природе очень многих людей таятся гнусные качества, которые могут никогда не проявиться. Если бы не создалось ситуацию, человек так и прожил бы колхозным бухгалтером или даже школьным учителем, и никому в голову бы не пришло, что у него в душе садистские наклонности. Но главное было, это та накопившаяся ненависть к евреям, которая воспитывалась многие годы. Впрочем, не только к евреям, хотя и евреям, конечно, в первую очередь, но в разных странах, давайте обратим внимание еще раз, появилось по-разному. Ну, скажем, в Венгрии с удовольствием уничтожали евреев, просто с нескрываемой страстью. А в Болгарии православная церковь болгарская своих евреев немцам не выдавала. Там тоже им пришлось не сладко, там изгоняли их, с работы увольняли, из городов выгоняли, но немцам на убийство не отдали. В Румынии с удовольствием уничтожали евреев и на оккупированной территории, потому что румынские войска участвовали вместе с немецкими войсками в нападении на Советский Союз. И к тогдашнему руководителю Румынии, маршалу Антонеску, дана была возможность сформировать такое оккупированное государство, транснисты со столицы в Одессе. Там было румынское управление и там действовали партизаны. Маршал Антонеску говорил, что все партизаны – это евреи. Распорядился за каждого убитого румынского солдата казнить 100 евреев, а за каждого убитого румынского офицера казнить 200 евреев. И он говорил, да что мы будем у Берлина спрашивать, уничтожать их всех надо. С удовольствием этим занимался. В Прибалтике. В Прибалтике и в западной части Украины евреям было некуда деваться. Это были худшие места, где евреев уничтожали просто самостоятельно. И в Польше еще. В Польше еврейские погромы начались еще до того, как пришли немецкие войска, и продолжатся после того, как немецкие войска будут разгромлены. В Прибалтике больше всех отличились в Литве. Даже есть воспоминания немецких офицеров, которые вступили на территорию Литвы, когда Красная Армия отступила. И особенно там в Каунасе они наблюдали эти сцены дикие, когда дубинами разбивали головы евреям. Со страстью и сладостно еще пели при этом национальный гимн. И назначенные туда эсэсовские командиры с удовольствием докладывали в Берлин, значит, еврейская проблема здесь решена, они все уничтожены. В Прибалтике потом будут рассказывать, что это народные чувства вспыхнули, потому что евреев было слишком много среди большевистского руководства, а большевистское руководство угнетало местное население, и это было просто ответные меры. Я помню, в Латвии я с этим столкнулся, что тут все начальство предвоенное были евреи, они такое натворили, вы себе представить не можете, как они с нами обращались, это была волна народного гнева. Ну, историки все посчитали. Среди членов ЦК Компартии Латвии, предвоенной, был один еврей, редактор партийной газеты. Среди членов правительства предвоенной, Латвии, советского правительства, Совета народных комиссаров, был один еврей. Латышским националистам не нужно было никакие оправдания, никакие объяснения. Они просто хотели это сделать. Они, с одной стороны, хотели сделать приятное немцам, а второе, им хотелось убить евреев, хотелось избавиться от них. Все это ведь неудивительно, если посмотреть, что происходило дальше. Там, где с таким удовольствием убивали, охотно сотрудничали с немцами, и им служили. Там вступали не только во вспомогательную полицию, там вступали в эсэсовские добровольные формирования. Ну, известна эта история с формированием дивизии войск СС Галичина в Западной Украине. Туда выстроилась колоссальная очередь. Там почти 100 тысяч молодых людей пожелали вступить в эту эсэсовскую дивизию. 100 тысяч. Значит, это все были молодые люди, значит, им в семье сказали вступать. Это ж какое число людей захотело, чтобы их родственник служил в эсэсовской дивизии. Немцам столько не надо было, они выбирали. С удовольствием формировались эсэсовские части на территории Прибалтики, ну, скажем, формировались эсэсовские подразделения на территории Латвии. Потом, постфактум, будут говорить, что ну, вы не понимаете, мы вступали в войска СС, мы создавали вспомогательную полицию для того, чтобы немцам служить. А мы хотели создать собственное государство. Нам нужны были вот войсковые формирования, чтобы отстоять свою государственность. Этот тезис ничего не стоит, потому что во Вторую мировую мир очень упростился. Ты был либо с Гитлером, либо против него. И если ты сражался против тех, кто сражался против Гитлера, то ты помогал Гитлеру. Это же очень просто. Когда эсэсовские добровольческие формирования на территории Западной Украины или Прибалтики сражались с наступавшими войсками Красной Армии, то что они делают? Они задерживали наступление сил антигитлеровской коалиции. И они продлевали жизнь нацистского режима. Они продлевали жизнь нацистского режима. Они давали возможность немцам продолжать свершать преступления, которые свершались. А в последние месяцы существования нацистской Германии, темп уничтожения евреев невероятно увеличился. Поэтому всякий, кто, даже если он не любил Гитлера, и даже если не собирался с ним сотрудничать, но воевал против наступавших войск антигитлеровской коалиции на Восточном фронте против Красной Армии, тем самым помогал Гитлеру, помогал в свершении преступления, продлевал жизнь этого фашистского режима. Конечно, эта тема понятна, почему избегали. Потому что не хотелось признавать, какое количество людей во всем этом соучаствовало. Но это напрасно делалось, потому что всякое преступление такого рода, всякая трагедия подобного рода должна быть осмысленна. Сейчас объясню, что я имею в виду. Когда три десятилетия назад в крови распадалась Югославия, ведь она частично распадалась потому, что вспомнили давнее противостояние времен Второй мировой войны, которая не была осмыслена. А тогда, когда немцы весной 41-го года напали на Югославию, они разделили ее на несколько стран, в частности, Хорватии, дали возможность создать, ну, как бы самостоятельное государство. У власти там находилась крайне националистическая, радикальная группировка усташей во главе с поглавником, вождем Антоповеличем. Это был преступный режим. Усташи убивали не только сербов, которых они ненавидели, они убивали и евреев, и цыган. Они убивали вообще всех представителей других этнических групп, причем убивали с особой жестокостью, разбивали головы, резали ножами. Там был чудовищный концлагерь Есенова, где убили порядка 100 тысяч человек, точной цифры даже не удалось узнать. Но все это осталось незабыто. Потом, когда в 90-е годы начнется противостояние Сербии и Хорватии, выяснится, что очень многих сербских командиров родители когда-то сражались в партизанских отрядах, которые противостояли хорватским усташам. Это прошлое, которое незабытое, прошлое, которое без анализа крайне опасно. Кстати говоря, проходит время, и тоже сейчас рассказываю не только потому, что мы с вами так интересуемся историей, но потому, что проходит время, меняются оценки. И есть люди, которым очень нравятся усташи, и они рассказывают, что все, что им приписывают, на самом деле не так. Лагерь Есеновец вовсе не был лагерью уничтожения. Это был такой вспомогательный лагерь. Там людям помогали найти себя. В Румынии маршал Антонеску, которого после войны казнили за совершенное им преступление, теперь относятся с стороны по-другому. Парламент вставал, чтобы почтить его память, обсуждался вопрос о его канонизации церкви, воспринимается как выдающийся руководитель, хотя это был человек, который уничтожал невинных людей и соучаствовал в преступлениях нацистского режима. Прошлое подлежит постоянному анализу и правильному осмыслению. Если это не происходит, то мы возвращаемся к этому прошлому. Ну, конечно, понятно, что не хочется вспоминать. Что за радость французам вспоминать? Какое количество соотечественников помогало нацистам? Второе мировое в Франции очень неудачно выступило. Она была разгромлена в считанные недели, капитулировала, пошла на поклон нацистской Германии. Часть территории немцы оккупировали сразу, выкачивая оттуда все, что могли, и деньги, и сырье, и заставляя работать на себя военные заводы Франции. Часть позволили сохраниться вроде бы как самостоятельному государству и в городке Виши курортном. Сформировалось правительство под руководством маршала Петена, героя Первой мировой войны. В Первой мировой он хорошо сопротивлялся немцам, а во Второй мировой не стал и пошел к немцам на поклон, в прямом смысле поклонился Гитлеру. Так вот, сформированный французами режим был на самом деле практически тоже фашистский, злобный, антисемитский. Французская полиция выявляла евреев и отдавала немцам на уничтожение. Это ведь самый главный вопрос. Ну, каким образом немецкие оккупационные власти могли бы в чужих странах установить, кто тут еврей? Это, между прочим, в самой Германии потребовало от нацистского режима больших усилий, потому что к большому раздражению Гитлера и его соратников антропологические исследования показали, что среди евреев немалое количество блондинов с голубыми глазами. Определить их внешне было совершенно невозможно. Там сидели нацистские чиновники, копались в церковных книгах, выясняя, кто когда, из какой религии куда переходил. И таким образом находили людей, в жилах которых течет какая-то часть еврейской крови. А на оккупированных территориях, не зная местного языка, каким образом они бы вычислили, кто здесь еврей, если бы не местные люди, если бы не те, кто хотел сотрудничать по тем причинам, о которых мы говорили. И сотрудничали люди, которые ведь вошли в историю. Например, президент Франции Франсуа Миттера, он был мобилизован, ранен. В 1940 году, когда Германия напала на Францию, ранен. Но более всего его огорчило то, что от него девушка ушла. В дурном настроении вернулся в Виши и пошел служить Вишинскому режиму. И ему еще предлагали работу как раз в ведомстве, которое должно было заниматься евреями. Но он, на свое счастье, отказался, поэтому смог потом откреститься. Хотя много позже найдут эти фотографии, где он в окружении маршала Петена, ему будет крайне неприятно. И он пытался это каким-то образом исправить, когда речь пошла о суде над нацистскими преступниками. Сложность состояла в том, что Франция долгое время этого всего не признавала. Когда Париж был освобожден британскими и американскими войсками, командующий французскими войсками, глава в свободной Франции, генерал Шарль де Гольф сказал, Париж освобожден французами. Шарль де Гольф сделал французам невероятный подарок. Он сказал, это вы, это вы победили немцев и освободили Францию. И начались рассказы о героизме французских партизан, маки, о том, как они не давали покоя немецким войскам. История, к сожалению, совершенно другая. После того, как Франция капитулировала, желающих помогать немцам было много, а желающих сражаться оказалось крайне мало. Партизаны возникли на французской территории. Подпольное движение создалось, но состояло оно не из французов. Оно состояло из испанских коммунистов, итальянских коммунистов, немецких коммунистов, которые нашли приют когда-то в республиканской Франции из евреев. Первые отряды французского сопротивления состояли практически полностью из иностранцев. Они стали убивать немецких солдат и офицеров прямо на улицах. Они рисковали своими жизнями, они погибали, но французов среди них не было. Французы пошли в партизаны, когда началась большая программа вывоза молодых французов как рабочие силы на территорию Германии. Вот ехать в Германию работать молодые французы не хотели, и тогда они стали уходить в партизаны. Вот только в тот момент и возникли французские партизанские отряды. Но Шарль де Горль велел все это забыть, и Шарль де Горль сказал, да вы такие молодцы, вы сокрушили немцев. Поначалу там были, но очень недолго, это продавалось процессы над соучастниками преступлений, потом обо всем этом забыли. А потом пришлось вспомнить, потому что историки и те, кто не хотел забыть прошлое, заговорили о том, что тогда происходило. И очень многие этому не были рады, в том числе очень известные французы. Не знаю, как сейчас, а в годы моей юности в нас в стране очень увлекались детективными повестями, рассказами Жоржа Семенова, читали с огромным удовольствием. Я помню, читая, обращал внимание на то, как часто среди преступников встречаются героев его романов, встречаются еврейские фамилии. А потом при этом и перестало удивлять, потому что в годы немецкой оккупации молодой журналист Жорж Семенон написал огромный цикл очерков для французской печати о том, какими чудовищными существами являются евреи. Ну, что-то вроде протокола в сионских мудрецов. Этот глубинный антисемитизм сопровождал всю его жизнь. И он, и очень многие другие французы не хотели вспоминать. Но пришлось вспомнить, потому что нашлись люди, которые стали рассказывать о том, что происходило на самом деле. И некоторых из этих людей я знал. Еще в советские времена я побывал в командировке в Париже. И среди тех, кого я захотел увидеть, был парижский адвокат Серж Кларсверд. Его семья погибла в нацистских лагерях, а он занимался тем, что восстановил историю еврейских детских приютов, которые были уничтожены нацистами. Поразительное, самое поразительное состояло в том, что его жена была немкой. Ее отец служил когда-то в вермахте. Беата Кларсверд вошла в историю. Она живая, дай бог ей здоровья. Она сыграла невероятную роль в истории Германии. Одна известная немка говорила, что только два раза в жизни люди, услышав, что она немка, ей улыбались. Один раз, когда канцлер Германии Вилли Брандт, антифашист, встал на колени у памятника еврейскому гетто в Варшаве. И второй раз, когда немецкая студентка Беата Кларсверд дала пощечину другому немецкому канцлеру Кизингеру, который служил когда-то нацистом и состоял в нацистской партии. Она дала ему пощечину при всех, при людях. Ее схватили, хотели судить, потом поняли, что лучше этого не делать. Она была пламенной антифашистской, осталась ей. Они вдвоем с мужем не только восстанавливали историю нацистских преступлений на территории Франции, они решили, что люди, которые это свершили, должны быть наказаны. А часть от них на самом деле спаслась. Часть жила во Франции, тихомирные получали замечательную пенсию, часть бежали, скрывались в Латинской Америке. В том числе, начальник леонского гестапо Клаус Барда. Ну, нас часто пишут, борьбеют, неправильно, борьбеют на французский лад, а он все-таки был немцем, поэтому он барбер. Скрылся он в Парагвае, в принципе, его искали, но никому не хотелось особенно этим заниматься, потому что понимали, что повлечет за собой процесс над ним. И все с Парагвая не хотели выдавать. И Классверды сговорились с еще одним уникальным молодым человеком, Режи Дебре, о том, что они его просто похитят, Клауса Барбера. Режи Дебре я тоже знал. Я когда был в Париже, Режи Дебре был советником президента Франсуа Миттерана, Дебре известен тем, что он был когда-то соратником Че Гевара, кубинского революционера, который пытался поднять мировую революцию, был убит. Режи Дебре его посадили, хотели казнить, там помиловали, он вернулся во Францию. Вот они решили похитить Клауса Барби, но не понадобилось. Его выдали, и во Франции был устроен процесс над ним. Но он был немцем. И казалось бы, все хорошо, ну, судим немцы за то, что совершали оккупационные власти, но всплыла роль коллаборационистов, французов, которые помогали ему во всем. И тогда началось разоблачение. Тогда французы вернулись к тем фигурам, которые прекрасно доживали свой век, которые соучаствовали в этих чудовищных преступлениях. И это французам было крайне неприятно. Потому что выяснилось, что люди, свершавшие чудовищное преступление, не только не были наказаны, а прекрасно себя чувствовали в французском обществе. И началось такое повторное возвращение к истории. Оно, конечно, имело большое значение для самосознания. Это не означает, что эти чудовищные идеи, которые когда-то вдохновляли французских коллаборационистов, но соучастие в нацистских преступлениях исчезли. Там и сейчас предостаточно людей, которые исповедуют те же самые взгляды. Но тем не менее, важно, что это прозвучало. И общество было рассечено на тех, которые понимают, что такие взгляды не могут торжествовать в обществе. На тех, кто понимает, что надо голосовать против тех партий, которые исповедуют подобные взгляды, к счастью, во Франции они к власти не пришли. Как мне рассказалось на выборах, что вот-вот эти люди получат большинство в парламенте, сформируют правительство, кто-то из них станет президентом. Но этого не произошло. Я думаю, это произошло потому, что сколько-то времени назад французское общество пережило, переосмыслило, через что оно прошло в годы оккупации, осознало, какие преступления творились, и поняло, что нужно что-то делать, и ни в коем случае не позволить этим взглядам торжествовать во всем обществе. А там, где это не происходит, там, к сожалению, все это повторяется. Конечно, очень многое не было сделано, поскольку в восточноевропейских государствах, в странах Восточной Европы, которые находились под властью нацистов, предпочли тоже не говорить о тех преступлениях, которые там совершались, то не произошло того, что должно было произойти, полного переосмысления. Это относится ко многим восточноевропейским государствам. Конечно, крайне неприятно было полякам сознавать, как много людей в Польше соучаствовало в уничтожении евреев, в том, что они уничтожали евреев, когда представлялась такая возможность, и без немцев. Но говорить об этом, конечно же, не хотелось. Страшно не хотелось говорить о том, что происходило на территории Венгрии, Румынии. Страшно не хотелось говорить о том, что происходило на территории Прибалтики. А потом, когда эти страны обрели самостоятельность, то стала рисоваться новая история. В этой истории понадобились герои. Герои кто? Борцы против советской власти, социалистической власти. Скажем, в Прибалтике все как один. Оказалось, что это те, кто сражался, конечно, против Красной Армии, сражался против Москвы, но соучаствовал в нацистских преступлениях. Я помню, я стоял в Риге, кладбище, которое там теперь почитается. И там есть могила тем людям, которыми сейчас восхищаются. Все они на самом деле соучаствовали в нацистских преступлениях. Но об этом никто не хочет вспоминать, потому что возникал все тот же вопрос. Эти люди делали все это не потому, что их заставляли. Мы с вами вспоминали историю фантастическую восстание в концлагере Собибор. Концлагерь Собибор находится на территории Польши, ну, нынешней польской территории, неподалеку от Белоруссии. В концлагере Собибор, естественно, главными были немцы. Но им помогали 120 надзирателей из числа местного населения. Все это были молодые украинцы, которые прошли подготовку в школе в Травниках. Травники, местечко рядом, и туда тоже поехал из Собибора. Ну, там почти ничего не сохранилось. Это была школа, где готовили надзирателей и охранников концентрационных лагерей, и лагерей уничтожили. И туда поступали только по доброй воле. Никого туда немцы не загоняли, это им в голову не приходило. Им нужны были добровольцы, и они нашлись в большом количестве. Там их готовили, ну, как искусство конвоирования, расстрелов, учили немножко немецкому языку, потом выдавали старую немецкую форму, проходили практику в поиск, искали партизаны, расстреливали их, если удавалось. А потом поступали на работу в концлагере. Они знали, что им предстоит делать. Они хотели это делать. Эта история всплыла, когда отдали под суд Ивана Демьюника. Ну, кто интересуется этой истории, помнит, это один из надзирателей, украинских надзирателей в немецких концлагерях. Он в том числе служил в Собиборе, на его счастье его не было в тот момент, когда там вспыхнуло восстание, прикончили бы его поднявшее восстание евреи. Он после войны нашел приют в Соединенных Штатах и тихо, мирно работал, пока не раскопали всю эту историю. И тогда и заговорили о том, какое количество желающих нашлось среди местного населения помогать немецким нацистам. И что ими руководило? То, о чем мы с вами говорили. Материальные стимулы. Ну, естественно, ведь те, кто принимал участие в расстрелах, их благодарили. Спецпоек полагался. После расстрела 10 сигарет, четверть литра водки и полкило колбасы. Плюс что-то можно было еще украсть. Всех, кого убивали, потом проверяли, нет ли у кого золотых коронок, выдергивали. В принципе, они должны были сдавать немецкому начальству, но кое-что прятали, потом тратили на проституток и на пакеты покупки. Но главное состояло в этой страсти к уничтожению, той радости, которую они испытывали, когда убивали. Естественно, этот эпизод чудовищный в истории должен быть понят и осознан, потому что он показывает, каким страшным последствием приводит злобная антисемитская пропаганда. Эти люди не стали бы убивать евреев, если бы в них не была воспитана эта ненависть, если бы они не слышали об этом в своих семьях, если бы не читали об этом в книгах, если бы это не обсуждалось в пивных и вообще во всяких разговорах, если бы во множестве людей не поселилась эта ненависть, и она привела к чудовищным преступлениям. Мы, когда вспоминаем концлагеря, говорим о, как называем, самой известной, самой печально знаменитой места уничтожения, но гитлеровская машина, уничтожение было огромное. Я специально выписал некоторые данные, сейчас я вам их назову, чтобы вы осознали, каков был масштаб гитлеровской системы уничтожения людей. Значит, всего в нацистской Германии было создано 42 тысячи лагерей, гетто, тюрем и других мест заключения. 42 тысячи. Ну, первые лагеря были созданы на территории собственной Германии для политических заключенных. Сразу посадили 10 тысяч примерно, а всего через немецкие лагеря, тюрьмы и гетто прошло от 15 до 20 миллионов человек. Концлагерей было 980, еврейских гетто 1150. 30 тысяч лагерей это для рабочей силы, которую завозили в Германию, в том числе из нашей страны, а вывозили немалое число молодых людей. Тысяча лагерей для военнопленных. Военнопленные, между прочим, и насильственно завезенные туда люди в конце войны составили примерно треть немецкой рабочей силы. Немцам не хватало людей ни для концлагерей, ни для работы. Их всех отправляли на фронт, где их, слава богу, перемалывала Красная армия, наступавшая с востока, войска союзников, наступавшие с запада. Представляете себе, какая чудовищная, огромная машина уничтожения. И она не смогла бы работать, если бы немцам не помогали, не помогали везде, где они оказывались, если бы повсюду не нашлись люди, которые хотели уничтожить евреев, если бы они не были охвачены этой страстью. Мы вспоминаем об этом не только потому, что мы с вами интересуемся историей, а потому, что история определяет дальнейшее. Это ненависть, это злоба, они не угасли 9 мая 1945 года, а все это продолжало сохраняться. И именно это ощущавшаяся ненависть и невозможность для евреев, европейских евреев, которые выжили, куда бы к ней было вернуться и привели к тому, что было создано через несколько лет решением организации объединенных наций еврейское государство в Палестине. Но мы должны с вами все это отдельно обсудить. Если вам все это интересно, то ставьте лайки под этим видео, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok